Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут. И сегодня у нас в гостях Владимир Денисов, член Совета Экологического Рязанского Альянса, руководитель акции «Чистая пра». Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. А если можно, чуть подробнее расскажите об этой акции, когда она проходила в нашем городе, и, может быть, еще есть возможность каким-то образом принять участие в деятельности нашей организации? Конечно, конечно. Каждый желающий может всегда принять участие в наших замечательных акциях Экологического Рязанского Альянса. Одна из них называется «Чистая пра». Ну, вот на данный момент мы можем честно сказать, глядя в людям в глаза, что мы ее завершили. То есть, мы вывезли весь тот собранный мусор, который собирали туристические группы. Не да, случилось это буквально на прошлой неделе. Вот, акция проходила с мая месяца. То есть, вот у нас первые такие заезды были в мае месяце. И закончилась она, в общем-то, в середине августа. Ну, немножко об акции. Что это такое и чем она вызвана? Ну, начиная с 90-х годов, пра, как и многие речки, собственно, Рязанской области, не только Рязанской области России, стали заполоняться бытовым мусором. Почему раньше этого не было? Начался бум упаковки. То есть, все упаковывают. То есть, раньше там пакеты молока, там все остальное в авоськах. То есть, там как-то меньше гораздо было упаковки в 90-е годы. То есть, сейчас все это начало как бы оставляться. И люди, ну, в силу привычки, может быть, не думая, начали оставлять мусор. Больше стекла, больше всего. И стало оседать на таких заповедных речках, как пра. Мы уже тогда начали как-то бороться с этим. Но, в конце концов, в 10-м году, когда была создана эра, мы создали вот такую акцию. Чистая пра. Задача эры здесь – не убирать мусор самим. Хотя мы это делаем иногда, вот чистим стоянки, на которых останавливаемся. А это, прежде всего, работа с самыми маленькими. То есть, с детьми. То есть, мы формируем такой, на наш взгляд, мощный отряд хранителей пры, которые вот они вырастут. Им сейчас там, начиная там от семи, там пяти лет, мы даже меньше принимаем. Но мы самое главное, мы им доверяем пру. Говорим, вот речка пра теперь ваша. Вот, когда они приезжают отдыхать с родителями, видим, как у ребят начинают блестеть глаза. То есть, им же целую речку доверили. Вот. И выдаем специальные грамоты такие, и значки. К сожалению, не могу похвастаться, потому что все уже раздали. Вот. В этом году, вот, акция проходит 4 года. В 2011 году мы ее начали. Да, вот, 2011, 2012, 2013, 2014. Надо сказать, что на Пре становится чище, заметно чище. И это благодаря вот тем туристическим группам, которые ходят. Они как волна за волной, то есть, вот, забирают мусор, забирают, забирают, забирают. И сейчас уже, как бы, больше есть все-таки несознательные, которые стали больше закапывать мусор. То есть, стоянки, в основном, сейчас вот становятся более чистыми. Количество групп, которые отдыхают на Пре, ну, достаточно велико. То есть, ну, в день проходит несколько групп, в день. Да, то есть, соответственно, вот, говорю, вот, благодаря вот этим группам, настроить их групп, все очень благожелательны. Вот, когда мы проводим чистую пра, у нас стоит три станции. На первой станции стоит волонтер, который сдает мешки и перчатки. И вот такие условия участия в нашей акции, да, там, чистая пра. Вот. Затем, значит, на следующей тоже там встречают школьники, там, мост Макарова тоже, значит, кто-то, если позже стартанул, да, то есть, на ПРУ встал, то есть, тоже раздают мешки и перчатки, тоже беседуют там с тем, кто отправляется. А уже в Диулино, там происходит самое интересное, там происходит обмен мусора на призы. Вот. Ну, и как раз вот здесь прием члены-хранители ПРС, самых юных, самый такой передовой отряд нашей акции. Мы эту акцию проводим вместе с Национальным парком Мещерский. Вот. Им настолько понравилась эта акция, что они попросили как бы продолжить и инициировали сами акцию, которая называется «Зеленый патруль». Вот. Это уже не вот статичные станции, да, а группы туристов, которые плывут, волонтеров, вернее, на байдарках. Вот одна группа уже проплыла, то есть, я вот руководил этой группой «Зеленый патруль» в начале августа. Мы проплыли за 8 дней, то есть, видели и беседовали с участниками 24 туристических групп, группы, причем, ну, из разных городов России. А насколько люди, туристы, да, с которыми вы встречаетесь, общаетесь, насколько они охотно идут на контакт, и бывает ли такое, что контакт установить не удается? Практически не бывает. То есть, вообще все отзывчивые. Но мы, я подчеркиваю, все-таки, знаете, взрослые, они как-то могут сказать «да-да-да-да», и что-то не сделать. Но когда маленькому ребенку вручается целая речь, говорит, ты здесь главный, ты же, наверное, практически шерифский значок ему дается, там хранитель написан, хранитель, прыг, рам, так и красиво, что он там главный. Вот этот отряд, на который мы говорим, самые большие надежды, конечно, самые большие. В этом году, если говорить о мусоре, мы вот как-то уже традиционно набираем машину мусора, то есть, вот так вот, и вывозим ее оттуда. Постепенно мы планируем отказаться от вывоза мусора самим, то есть, настроить туристические группы, что ты должен брать в поход не только на ПРУ, не только на ПРУ, а и на другие речки. Мешки, перчатки и убирать за собой, все вывозить в город. То есть, биологические очистки можно закапывать или сжигать, если позволяет, как бы время года, да, то есть, и состояние. А металл, пластик и стекло надо вывозить. В принципе, это не так много обычно бывает в походе. Ну, на самом деле, мне кажется, что это норма. Да. Приехать с мешком и брать за собой мусор. Вопрос в том, почему не все люди так делают. Это внутренняя культура страдает. Вы знаете, пожалуй, я не скажу, что это вот внутренняя культура. Может быть, кто-то не привык. Понимаете, у нас огромная страна, и ощущение вот этой бесконечности, оно когда-то было. Оно сейчас начинает проходить. То есть, что происходит? У нас ока с берегами, да, пожалуйста, отдыхай. Потом оказывается, что вода там не очень чистая, и хочется поехать куда почище, в лесное озеро. А лесные озера вот черненькое. А на черненьком сейчас ведь там же целые улицы уже строятся, да, то есть, люди выстраиваются. А после того, как сгорел лес, то есть, там буквально небольшой такой вот перешей к лесу, и людям, собственно, негде прятаться. То есть, ну, там эра проводит работу по посадке деревьев, то есть, активно как бы развивает эту зону. Но стремление-то уехать куда-то на природу пожить там вот, оно огромное, оно велико, это интересно. Насколько я знаю, у вас в течение года достаточно много экологических акций. В них принимают участие волонтеры, то есть, это просто люди со стороны, которые хотят каким-то образом изменить экологическую ситуацию? Знаете, нам бы очень хотелось обратиться к каким-нибудь официальному лицу. Они сказали, не проблема, сейчас дадим разнарядку по школам, и все школьники будут, и все заводчане будут, и все, и мы все уберем. Но на самом деле этого не происходит, но, мне кажется, это и не надо в нашем случае. Мы всегда призываем тех людей, которым хочется убрать то место, где чисто, и, соответственно, помогаем ему. Наша задача, опять же, не убрать мусор со всеми, то есть, мы этого не делаем. Наша задача создать возможность для людей, чтобы они почувствовали, что они не одни в этом мире. Знаете, что я буду убирать, как дурак, да? Вот там кто-то насорил, а я буду убирать. А потом, если он понимает, что он не один, есть поддержка, откликаются, и с благодарностью откликаются, и, в общем-то, дело двигается. Владимир, если кто-то из зрителей, которые сейчас нас видят, хочет присоединиться к вашему движению, каким образом, не знаю, найти ваши контакты? Очень просто, это очень просто. Во-первых, ну, сейчас, собственно, все можно найти в интернете, и экологический Рязанс только набирается, сразу вылетает наш сайт, там расписывается новости, акции, то есть, все. И контакты, естественно. А так, мы в МКЦ ждем любого человека каждый понедельник, в том числе и сегодня. Вот мы сегодня в понедельник записываем программу, может, программа выйдет чуть позже. Но вообще каждый понедельник вам в конце седьмой кабинет, в 18.30 приходите. Мы рады любым интересным предложениям, рады помощи. Наверняка найдете себе единомышленников, друзей, знакомых. То есть, вот такая вот организация, она неформальна и не зациклена на каком-нибудь там одном деле. То есть, можно прийти и предложить свое дело. Пожалуйста. Ну что ж, Владимир, большое спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо за то большое дело, которое вы делаете для всех нас. Мы его делаем вместе со всеми, то есть, я не один. Я надеюсь, что к вам будут присоединяться люди, и что у нас в городе много неравнодушных людей, которые хотят сделать наш город, нашу область чище. А я хочу поблагодарить компанию «Город», которая откликается на многие инициативы и, знаете, интереснейшие программы делает. Большое спасибо вам, телекомпания, руководство, телекомпания «Город». Спасибо. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова